Концепция, когда чему-то вообще можно доверять, уже неэффективна. И никакая система, никакой другой не доверяет. А когда ты защищаешь систему, тебе нужно предусмотреть все тысячи способов, которые ты можешь сломать. И эта задача сложнее. И если что-то доверенное пришло к доверенному, там мы можем проверять поменьше. Всем привет! Меня уже представили. Вот мой доклад называется «На пути к Zerotrust». Зовут меня Илья Сафронов. Расскажу, с чего все начиналось, вообще идея Zerotrust. Была такая операция «Аврора», пресловутая. Это операция, как говорят, спецслужб, предположительно спонсируемых государством Китай. Направлена она была на различные большие компании, крупные западные. Вот тут список есть. В том числе Google. Занимались они там шпионажем. Различные данные получали из этих компаний. И по мотивам этой большой операции АПТ, конкретно компания Google задумалась, как бы в будущем такие операции предотвратить или уменьшить их влияние. Соответственно, злоумышленники очень долго находились внутри сети этих компаний. И с помощью различных уязвимостей, в том числе с помощью того, что у них был и первый, и второй фактор от админок, они получали доступ к переписке, особенно к переписке влиятельных людей, например, из Китая. И проблема, которую остановили инженеры Google, то что если какой-то человек сидит в их сети, обладает учетными данными, он может, в принципе, по админкам ходить. Соответственно, логичным средством защиты они посчитали, что нужно проверять устройство. В принципе, у нас до буквально недавнего дня, да и сейчас у нас распространено то, что мы проверяем только пользователей. Там один фактор, второй и так далее. Но с какого устройства он пришел, мы, в принципе, не знаем и никак не проверяем. А это, собственно, проблема, потому что мы с ростом IT-компании, с ростом вообще индустрии, мы уже не можем контролировать на 100%, что у нас внутри VPN даже происходит, поэтому проблему надо решать. Коротко по плану доклада. Сначала начнем с определения. Определений много. Я выбрал одно, которое мне больше всего нравится. Потом посмотрим на существующие решения. Тоже есть определенное количество решений крупных компаний, которые уже там публично заявляют, что они внедрили Zero Trust. Вот мы пройдемся по некоторым из них. Расскажу про наш подход. Расскажу с некоторыми вызовами, которыми мы столкнулись. Потом покажу короткое демо, как у нас это работает. Ну и подведем итоги. Я сразу оговорюсь, что доклад называется на пути, поэтому не все мы до конца реализовали, но общая идея у нас уже сформирована. Мы просто там в процессе разработки некоторые элементы уже полностью разработаны, некоторые не до конца. Определение у нас я взял у Microsoft, что Zero Trust — это, в принципе, стратегия, в которой лежат принципы три основных. То, что нужно явно проверять и источник, который к тебе приходит. И если ты источник, куда ты идешь, то ты проверяешь обратную сторону. Нужно везде, ну это базовый принцип безопасности, что минимально необходимый доступ использовать, enforce его. И одно из самых важных — то, что нужно считать, что взлом уже произошел. Вот это очень важно. Это означает то, что… Ну почему Zero Trust? Потому что у тебя конкретная сущность, например, сервер какой-то или админка, она уже должна предполагать, что кругом враги. Так меня вот учили на первом курсе. Мой препод по программированию сказал, что первая идея программирования — везде враги. В принципе, примерно так же. Как крупные компании реализуют этот подход? Ну Google в своем роде первопроходец, дальше там потянулись другие. В основе гуглового идеи вообще лежит авториационный прокси. В принципе, идея прокси не нова. Прокси у нас там 20 лет назад. Мне кажется, мы по кругу прошли. Сначала у нас были прокси внутри компаний, через которые все ходили в интернет. Потом прокси отошли, а сейчас мы к ним вернулись только в другом виде. Но там гораздо сложнее. Я расскажу потом про систему. Клаудфлэр в основе лежат агенты. Клаудфлэр сам по себе вендор облачный, и поэтому они используют агенты для клиентов, для серверов. Тоже интересная схема. Ну и коллайт — они отчасти себя позиционируют как Zero Trust. Недавно приобрел их OnePassword. Но там в принципе лежит агент. То есть там ставится агент вам на машину, и, соответственно, происходит магия. Как устроен Google высокоуровневого? В принципе, у них есть ряд статей. Они где-то в статьях чуть подробнее рассказывают технически, где-то менее подробнее, но в целом хорошее представление дают о том, как у них все устроено. Соответственно, есть, условно говоря, два типа устройств. Устройства, которые находятся внутри у вас сети в компании, которые в офисе, и есть устройства, которые там в публичной сети, где-то дома человек сидит или где угодно, они пытаются получить доступ к админке. Соответственно, все доступы проходят через, как я говорил, через специальную прокси. При этом, если у вас устройство внутри корпоративной сети, оно по протоколу 802.1x проходит на радиусе аутентификации, то есть проверяется то, что это корпоративное устройство. И также в любом случае при прохождении после прокси, то есть как только вам проверили устройство, также проверяет сам пользователь. То есть два этапа, условно говоря. Проходит проверка устройств, проверка пользователей. Single sign-on отвечает за проверку пользователей. То есть где бы вы ни были, вы в любом случае пройдете и через прокси, и через авторизацию пользователя. И радиус, и аксесс-прокси взаимодействуют с корневым элементом системы. Это Access Control Engine. Это, в принципе, движок, который в реальном времени понимает уровень защищенности устройств и требования конкретной админки. И при каждом запросе, там даже не во время авторизации проверяется, а при каждом HSTP-запросе он проверяет защищенность устройства и проверяет требования админки. И, соответственно, принимает решение пускать, не пускать. Соответственно, и позади него уже находится довольно большая схема. То есть там есть пайплайн, в который все сваливается, а сваливается туда из нескольких мест. Есть система инферизации устройств, в которой, в принципе, все корпоративные устройства заведены. Есть так называемый Trust Inference. Это, условно говоря, база требований, в которых описано, чему должны соответствовать устройства, чтобы их пустили. И, соответственно, грейды. Чему соответствует оценка 5 защищенности, 4 и так далее. Есть, собственно, связанные с Single Sign-On базы пользователей, то есть условный LDAP группы и так далее. И, ну, ЦА, потому что там все завязано на сертификаты. В Гугле особенность есть, что там немножко нетипично сертификаты используются. Они не используют CSR и revocation листы, потому что накладно проводить операции проверки сертификатов. Поэтому они не проверяют сертификат конкретно стандартным путем. То есть в ЦА они ходят, а просто у них там есть хэш, условно говоря, сертификаты. Если они отзывают сертификат, они просто удаляют строчку о сертификате в базе устройств. И после этого тебя не пускают. Собственно, вот такая система. То есть при походе в любую админку вы попадаете не на админку, не на фронт инжинксовый, а на другую проксю, на которой у вас проверят устройство и потом проверят пользователя, посмотрят на оценку устройства, оценку, насколько должно быть защищено устройство, попасть в конкретную админку и пустят или нет. Cloudflare, как я говорил, это облачный вендор, поэтому у них такой облачный подход. Они написали два агента. У них тоже есть большая статья, вот она так называется, SASE. которые описывают систему. Там больше немножко про другое, но Zeratrust они тоже реализуют. Фактически они позиционируют как легкий заезд под Zeratrust, потому что вот у вас, например, есть какая-то инфраструктура. Она может расположиться где угодно. Он прем, где-то у вас дома, я не знаю, может вообще в облаке в Хедсенере у вас дедики стоят и так далее. И вы хотите Zeratrust. Достаточно легко реализуется. Вы ставите всем пользователям или всем машинам, которые вы хотите, чтобы подключались к Zeratrust, агенты. Вот они слева есть. И на сервера вы ставите другой агент. Вот Cloudflare, демон у вас поднимается. И, соответственно, магическим образом все это работает. То есть по факту у вас не настоящий туннель, там IPsec, условно говоря, но условный туннель поднимается, после чего ваш весь трафик гонится через их же шлюз, вот Secure Web Gateway, который уже смотрит. Если запрос на какой-нибудь Facebook, он вас прокидывает свободно в Facebook. Если у вас запрос, условно говоря, по маске домена на ваш сервер, она вас прокидывает в инфраструктуру Zeratrust Network Adsense и, соответственно, прокидывает в сервер. Из-за того, что у вас везде агенты, у вас фактически такая оверлейная сеть создается, в рамках которой, где мы не хотели ваши серваки, они будут под Zeratrust. Достаточно удобно. Ну, про минусы и плюсы я дальше расскажу, но тут вы понимаете, что если вы используете их решение, вы завязываетесь на их агенты, ну, либо вам придется самим писать, что тоже какие-то затраты. Но в целом это более удобно, если у вас не какая-то монолитная интерпрайзная инфраструктура, а что-то везде раскиданы серваки. И третий подход, самый простой, наверное, тут компания Collide, она сфокусирована, в принципе, только на инпоинтах. Фактически они предоставляют вам агенты, которые вы раскатываете в своей компании на устройства, на все наконечные, после чего, когда вы пытаетесь пойти в админку, бэкэнд-сервер шлет вам запрос, но челлендж-респанс банальный проходит, соответственно, после того, как он удостоверяет, что ваше устройство – это то устройство, которое нужно, вас прокидывает в окту-со, потому что они завязаны на окту-со. Это, кто знает, первое, это, по-моему, самый крупный ссо-провайдер облачный в Штатах, и второе, их недавно взломали. И после чего вас прокидывают веб-приложения. Тут у них на сайте не так подробно описан процесс, и, честно, лично у меня там большие опасения вызывает защищенность такого подхода, потому что если вы проверяете только, конечно, устройство и не кладете там, это просто фактически бинар на машине, и не проверяете ничего больше, то есть риск, что вас с этого устройства украдут, перельют себе на устройство, и потом будут имперсонировать его. Но, тем не менее, попробовать, я думаю, можно. Это самое простое решение. И реализовать его, наверное, проще всего. То есть, если вы хотите у себя развернуть, то вам небольшой там бэкэнд и какой-то агент поставить. Вот сравнительно таблица небольшая. У Google очень большой функционал, или, по крайней мере, они очень его хорошо рекламируют в своих статьях, но срок внедрения у них 6 лет, и это, опять же, они нигде не пишут цифры. Они говорят, что мы внедрились за 6 лет, но насколько там покрытие у них на 100%, условно говоря, админ, и к устройству они не говорят. Плюс это разработка. Ну, понятно, у них очень большие ресурсы, и так далее. Соответственно, если у вас там есть большое желание, и вы можете руководству обосновать, что через 5 лет мы будем в будущем, вам будут ресурсы, можно пойти их путем. У Cloudflare проще подход, можно быстро внедрить. Если вы используете их готовое решение, как я уже сказал, вы будете завязаны на них и на их инфраструктуру. Кому-то это подходит, кому-то это нет, кто-то готов там сам писать, это уже вам решать. Ну, и коллайт быстро внедрить. Как я говорил, есть вопросы надежности и завязка на вендора. Но опять же, если у вас есть ресурсы, там, не знаю, 5 инженеров, условно говоря, и полгода, вы можете там написать сервер-агент и попытаться сделать, чтобы все заработало. Расскажу про наш подход теперь. Он там немножко от всех взял. У кого-то больше, у кого-то меньше. Почему-то у меня сразу вся схема отвразилась. Ну, ладно. Тут пугаться не нужно. Сейчас начнем по порядку. У нас есть в левом верхнем углу целевая админка, в которую мы хотим попасть. Есть внизу наше устройство. Соответственно, у нас также реализована прокся на основе OpenSource решения по Merium, через которую все запросы в админку идут. Наше устройство, ну, мы вводим в браузер адрес нашей целевой админки. Устройство идет на проксю, и прокся проверяет сертификат, который лежит в защищенном хранилище, там, TPM или Security in Cloud в зависимости от вендора. То есть на Макасе это SE, на винде это на Linux TPM, условно говоря. Она проверяет сертификат. Если сертификат валидный, то далее идет аутентификация пользователя. То есть у нас есть внутреннее SSO, ODC провайдер, там, сзади есть IDM также. После чего проверяется пользователь, то есть выводите там свой логин, пароль, двухфакторку, если нужна. И, соответственно, мы понимаем, что устройство это наше, корпоративное, что пользователь вот такой-то, мы пускаем в админку человека. В случае того, что что-то пошло не так, а конкретно устройство некорпоративное или устройство там не соответствует нашим требованиям, мы предоставляем интерфейс, такой VDI-интерфейс в браузере. Вам сообщается то, что ваше устройство не соответствует политикам. Чтобы починить это, можешь сходить туда. Если вам нужно срочно попасть в админку, то в VDI-решении открывается в браузере вкладка, и вы там через виртуальную машинку, ну, работать с админкой также. Что происходит за кулисами? За кулисами первый элемент – это certification authority наш и API. Это как раз та система, которая довозит сертификаты в защищенные хранилища и, соответственно, управляет ими. То есть на устройстве стоят специальные агенты, которые я позже расскажу, которые умеют в автоматическом режиме управлять сертификатами на устройстве и взаимодействовать с CA. И также стоит open-source, наш query-агент на всех машинах, который отстукивает CM, с помощью которого мы собираем метрики и уровень защищенности наших устройств. И на бэкэнде у нас есть, опять же, как и в гугле, наверное, есть инвентария система, есть система требований и инфорсинга требований бэшных, и не только, там IT-шные тоже требования есть. И, собственно, все это сваливает в систему принятия решений, который говорит в реальном времени про все пускать или не пускать устройство. Вот так это работает. Сейчас я коротко пытаюсь рассказать основные вызовы, то есть основные вещи, на которые мы потратили больше всего времени при разработке. Первое, это то, с чем мы столкнулись, это бы у нас был выбор в самом начале, как авторизовать устройство. То есть наша основная задача сделать так, чтобы нельзя было подменить устройство. И это сделать можно двумя способами. Можно больше, но есть базовые способы, как на уровне HTTP убедиться, что устройство – это то, которое за себя выдает. Это WebAusen протокол и МТЛС, старый, добрый, поверенный, когда вы там сомните сертификаты. МТЛС с пометкой о том, что у вас сертификат лежит не на машине, а в ТПМе, то есть в защищенном хранилище, с которого нельзя излечь. То же самое с WebAusen. У нас мы используем везде UBK, то есть отчуждаемые ключи, в которых тоже есть неизвлекаемое хранилище. И мы сначала хотели пойти по пути WebAusen, потому что, казалось бы, технология достаточно распространена. UBK у нас уже везде установлены, и, соответственно, казалось бы, просто внедрить будет. Оказалось, то, что первое, то, что на самом деле в этой таблице видно, поддержка WebAusen в различных браузерах и операционных системах, она не полна. Особенно, что мы видим на десктопе Linux, ее практически нет. И это нас сильно ограничивало. Второй момент, то, что Apple не так давно внедрила технологию PASCAY, в рамках которой она синхронизирует и ваши пароли, и ваши сертификаты, и ключи в облако. Тем самым она синхронизирует даже, казалось бы, неизвлекаемые ключи из UBK. И уничтожает нашу идею, потому что она берет из UBK ваш закрытый, условно говоря, закрытый ключ, клонит его все в облако, и после этого вы можете с телефона, условно говоря, также выдать себя за устройство. Что как бы у нас был выбор, либо запретить, закрутить и Safari не использовать, либо пойти по другому пути. Также мы думали перейти вместо UBK вкласть сертификаты в ТПМ, но тоже использовать WebAusen, и выяснил, что это просто очень плохо работает. То есть браузер не видит сертификаты, плохо кладутся там сертификаты и так далее. Ну, кошмар, короче. В итоге мы поняли то, что МТЛС – технология проверенней, и там сложностей меньше, но они есть. Как мы работали с ТПМ? По факту, начну с простого, Windows и Linux. Достаточно существует документации, и чтобы положить сертификат в неизвлекаемое хранилище, уже есть принцип скрипты, которые там с небольшими допилками работают, и вопросов не вызывает. Большая проблема опять была с МакОсью. Не так давно, в 23-м году, Apple представила там корпоративную систему, Акмы, которую назвала, которая, в принципе, вам может, как они позиционируют в корпоративной среде работать с ТПМом. То есть по клику вы там у себя в джамфе нажимаете, и у вас там разливают сертификаты. Мы ее протестировали, выяснили, что сертификат разливается, но браузер его не видит почему-то. Поэтому пришлось пойти другим путем. Тоже не так давно Apple представила как бы опиху для работы с Security and Cloud. По факту это просто статья на Apple Developer сайте, и в интернете есть только один. Тут ссылка есть. Один на оппозитории вообще на свете, в котором там добрый человек эту опиху реализовал и такую гуишную тулзу написал, в которой с ТПМ можешь работать. В принципе, еще есть одна статья, там какая-то с легким хаком. Все три ресурса на весь интернет, как с этим делать. Мы все изучили, почитали документацию, чуть переписали тулзу, написали свою, и в принципе у нас получилось автоматически раскладывать там серты. Ну то есть я для занудных, у меня там на работе слушают занудные люди, я для них сделаю комментарии, то что мы не раскладываем сертификаты, сертификаты никогда не покидают ТПМ, но для простоты я говорю, что мы раскладываем. Соответственно, тулза достаточно хорошо работает, то есть мы подписали бинар буквально не так давно, он запускается, там с бэкэндом взаимодействует, генерирует сертификат, все раскладывает, все хорошо. Но достаточно много времени, вот этот путь занял несколько месяцев, поэтому, чтобы вам его не идти, я вам уже расскажу, как проще сделать. Второй большой вызов, с которым мы столкнулись, и в принципе, на что нужно больше всего обращать внимание, потому что после внедрения вообще технологии вам к админкам фактически не получится, если вас пробили сеть, попасть не из защищенного устройства. Соответственно, как и раньше, но еще более сильнее после внедрения технологии, вас будут пробивать через endpoints, и соответственно, вам нужно их как-то защищать. Мы достаточно много времени и до этого уделяем внимание конечным устройствам. Еще после начала внедрения системы начали больше уделять. Расскажу коротко, как у нас это работает. У нас на устройствах стоит у сквера на все, то есть open-source, наверное, все знают, система, которая там собирает информацию, метрики и посылает их во флит, и в том числе в CM. Есть MDM, устройство на Винде, там Active Directory, на Macasey Jump, это корпоративный стандарт, с помощью которого мы раскатываем политики, бинарии и так далее. И есть агент наш соковский, который, соответственно, собирает логи и так далее. Там есть агенты поменьше, условно говоря, они идут в пачке в большом агенте, которые реализуют некоторый кастом-мониторинг. У нас есть команда Red и Purple Team, которая очень хорошо понимает, как в современности пробивают и Винду, и Mac, соответственно, и знает, куда смотреть, где закрепляются и как это логируется. То есть на Macasey есть фреймворк, они недавно внедрили там security framework, который, в принципе, все события логирует, и если их правильно читать, можно прямо там простеньким бинарем на go все большинство возможных векторов закрепления и пробива мониторить. Вот мы все это собираем, складываем в сок, соответственно, также мы с помощью команды сок и команды Purple Team обкатываем новые техники, пишем кастомные алерты в наш сок по пробиву endpoints. и, соответственно, мы пересмотрели, до сих пор пересматриваем стандарт-харднинг устройств, то есть у нас есть требования определенные, там, начиная с базовых, чтобы экран блокировался, условно говоря, кому-то админ локально не нужен и так далее. Вот мы их все проверяем и инфорсим и так далее. Ближе к концу подходим. Сейчас я покажу демо. Надеюсь, что он заработает. Вот я ввожу адрес защищенной практики. Как видите, я прозрачно в нее попал. Из-за того, что я был залогинен в SSO, меня свободно прокинуло. Теперь я пытаюсь зайти с компьютера, который не защищен, у которого нет сертификата и так далее. Я пишу адрес нашего дев стенда и мне сообщают, что доступ запрещен, но можно продолжить работу, используя виртуальный рабочий стол. Я нажимаю, соответственно, попадаю на портал, в котором я там дух-факторку вожу, логинюсь и тут я первый раз это делаю. Соответственно, видите, я попадаю в VDI решение, то есть у меня браузер внутри браузера, по факту это виртуалка, в рамках которого с этой машины уже есть доступ в админку, поэтому если вам там как бы очень срочно надо что-то поменять или что-то посмотреть в админке, у вас есть возможность, мы вас не блокируем. Итого, такое некое предостережение ко всем, кто пойдет по пути, что технологии в целом достаточно сырые во многом, путь такой легким не будет, но динамика позитивная, то есть все больше компаний это внедряют, браузеры адаптируются, и система адаптируется к новым подходам, и будет легче. Плюс того, что после сразу внедрения MVP, даже если у вас там не будет большого бэккенда, а будет только прокся, который проверяет сертификаты, у вас уже будет большая польза, потому что ваши админки просто не попадут без сертификата из устройства. И, соответственно, после внедрения основное то, что важно, это в вашей принятии будет здоровье инпоинтов, потому что это будет один из основных векторов пробива. Собственно, все. Вопросы? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем. Спасибо большое за презентацию, рассказ. Я не безопасник, но у меня возникли определенные вопросы, согласно тому, что я видел. Во-первых, не считаете ли вы, что авторизация пользователя на портале с личного устройства, когда он попадает на ВАРМ, то есть в ВДАйку, не совсем попадает под критерии зеротраста? Если он заходит с корпоративного устройства, то он не работает в ВАРМе. Ну, грубо говоря, почему, когда я авторизовался на корпоративном устройстве, я не попадаю на ВАРМ? По принципу «не доверяй ничему». Я понимаю, о чем вы говорите. Когда попадает пользователь в ВДАйку, ВДАйка у нас стоит в нашей серверной сети, и с нее нельзя ничего утащить. Из-за того, что это передача видео, просто видеопотока в ваш браузер, соответственно, понятно, и мы доверяем этой ВДАйке, потому что она стоит внутри сети. И мы тем самым защищаемся от того, что можно что-то утащить. То есть банальный пример – это работа с какими-то данными, с важными. Соответственно, если бы мы просто прокидывали браузер… Все верно. Я говорю про корпоративные устройства. Почему с корпоративным устройством пользователь не работает через ВАРМ? А, это просто неудобно. То есть, конечно, с простой путь… То есть, это не совсем Zeratrast получается. Нет, смотрите. Скажем так, с ограничениями. Вы говорите о том, что почему все корпоративные пользователи, даже с корпоративных устройств, не работают через ВДАй? Все верно. Потому что, как вот Антон выступал передо мной, если вы заставите всех пользователей ходить через ВДАй, то вас как бы найдут распятым, мне кажется, на второй день. Потому что это не очень удобно. Просто потому, что… Ну, это не SSH, например. Некоторым пользователям нужен SSH. Это консольный доступ и так далее. И это просто очень неудобно. Но SSH же тоже можно туннелировать через… Ну, вы же говорите, что нужно ходить через ВДАй? Ну, если пользователю необходим доступ, грубо говоря, по SSH, то SSH мы же тоже можем туннелировать через устройство, которое полностью будет что-то запрещать или ограничивать какие-то действия по SSH. Можем. Мы пытаемся найти баланс. То есть, Zeratrast в чем состоит? В том, что с корпоративным устройством мы считаем, что его контролируем. Конечно, его можно пробить, но у нас достаточный контроль, и что даже если его пробьют, мы это быстро обнаружим. Соответственно, до этого у нас было… Нас могут пробить в любом месте сети и из любого места сети прийти к нашей админке. Теперь можно прийти в нашу админку только из конечного устройства. Мы его защищаем. Соответственно, мы как бы доверяем ему, потому что мы точно знаем, что это то устройство. Да, оно может быть скомпрометировано, но мы уже внутри админа к наших, навешиваем контроле, по которому находим аномалии. Я согласен с вами, что более защищенный подход было как бы всем только видеопоток оставить, и так будет более защищено. Для каких-то критичных мест это можно оставить, но для повседневной работы это просто не очень удобно. Привет. Меня Антон зовут. Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Первый связан с проксой. Получается, это точка отказа. Если она сломалась, то к админкам не будет. Значит, вопрос, какой механизм вы заложили на тот случай, если она слегла и нужно получать доступ. А второй вопрос сразу. Может, пока вы этим не занимались. Как вы решаете проблему идентификации самого устройства? То есть вы положили сертификат в TPM 0 или там Secure and Cloud. Как убедиться, что это действительно правильный TPM? Как убедиться, что это действительно правильный Secure and Cloud? Начну с конца. Есть подход Trust and First Use. То есть когда ты разлил первый подход и второй подход, мы просто опрувим. То есть к нам стучится новое устройство с сертификатом. И если, условно говоря, мы видим перед глазами человека, который постучался, мы жмем галку и опрокидываем. Если не видим человека глазами, то мы не доверяем это устройство. Это действительно точка отказа. Она у нас зарезервирована, условно говоря, в трех DC, там много, каждый элемент системы тоже зарезервирован по DC. Ну и есть fallback, условно говоря. Первый – это есть breaking glass механизм, условно говоря, где, условно, подсеть, с которой можно ходить. И второй – это резервный конфиг Nginx, который перекидывается, и просто проксия снимается, остается просто Nginx. Вот два механизма, с помощью которых можно… Окей, понял. Спасибо большое. Я сейчас ворвусь немножко с вопросом из нашего чата. Пишет нам Серафим Валик. Какие вызовы могут возникнуть при внедрении стратегии Zero Trust для управления доступом к критическим данным в VPN-соединениях? В принципе, система, я отвечу так, система может работать и с VPN, и без VPN. То есть Google позиционирует так, что они не используют VPN, то есть у них в интернете все админки торчат, они полагаются полностью на этот механизм. Если связаны с VPN, то в принципе это никак не блокирует. И по факту, что такое VPN – это просто интерфейс, который у вас поднимается на машине. У вас как был интерфейс, вы ходили в интернет, а сейчас вы ходите просто в туннель, в корпоративную сеть. Никакого отличия я не вижу. Добрый день, меня зовут Александра. Поясните, пожалуйста, правильно ли я поняла схему. Значит, если у нас есть доверенное устройство, на котором лежит сертификат, то мы можем получить доступ к админке. Если у нас недоверенное устройство без сертификата, то мы получаем сессию VDI, где вводим к ряды какого-то привилегированного пользователя и все равно получаем доступ к админке. Не привилегированного, а себя. Я с точки зрения атакующего. То есть при условии, что к ряды какого-то из сотрудников утекли, у нас с админка все равно может быть… Да, это правда. Но у вас атакующий получит доступ к видеопотоку. Соответственно, если вам нужно выкачать 500 тысяч строк с базы, то единственный способ будет – это запись экрана. Примерно 40 часов у него это займет. И он будет потом напишет программу, которая парсит экран, видеопоток, и перекладывает это в текст. Это как бы механизм защиты. То есть у него только есть видеопоток. Он может там накликать и что-то сделать. Он может какие-то действия там совершить, возможно, но украсть много данных он точно не сможет быстро. Мы это заметим. Выгрузить на удаленной тачке файл, файл залить в какой-нибудь Google Диск. Там доступ есть с этой VDI на админку. Интернета там нет. Соответственно, в VDI нельзя ставить ничего, кроме браузера. У тебя есть браузер, ты ходишь по админке. Если вы с точки зрения атакующего, вам нужно, условно говоря, с админки через VDI вылить куда-то в интернет. У вас нет возможности запускать код на этой тачке. Соответственно, мы вас приглашаем. Если вы владеете компетенциями, приходите к нам, попробуйте поломать. Мы будем рады, если поломаете нам. Спасибо, я поняла. Да, снова привет. Процессный вопрос. Система, видимо, не real-time. В том плане, что принятие решения о том, можно ли доверять устройству или нет, оно происходит в какой-то момент на том движке, куда у вас Jump, Square и все прочее отсылает данные. Соответственно, сейчас можно я закончу. В какой-то момент возникнет подозрение, что устройство недоверенное. Вы это автоматом включаете, и потом пользователь к вам приходит и говорит, у меня ничего не работает. Или вы, например, говорите сотруднику, создаете на нее тикет, призываете туда и говорите, у тебя вдруг антивирус не работает. Пожалуйста, а то у тебя пропадет доступ. Она в real-time работает. Proxia работает в real-time, то есть, условно говоря, на каждый запрос проверяется защищенность. Естественно, есть кэш, но если что-то меняется, то есть, как ты сказал, антивирус не работает, то при следующем HCTP-запросе на Proxia, там пуш-система, она не полита и пушит. Я имею в виду, что вот этот движок, который агрегирует всю информацию и принимает решение о состоянии устройства, у него же пока информация дойдет о том, что антивирус не работает, пока он все очки посчитает, например, что это устройство теперь недоверенное, и Proxia об этом только потом узнает. Ну, естественно, какая-то задержка будет. В смысле, да, это нормально, совершенно нормально. Конечно, да. Вот меня больше интересует процесс. Какой момент вы переключаете пользователя и считаете, что он больше не достоин ходить в админку? Ну, как ты сказал, как там все пересчитается, она как бы пушит в Proxia, и, соответственно, аннулирует кэш под этого пользователя, условно говоря, и, соответственно, когда в следующий раз пользователь запрос добит, Proxia мимо кэша заново запрашивается информацию, увидеть, что что-то не так, и ему как бы оборбать доступ. То есть это автоматом, без участия человек. Да, без участия человек. Ага, круто. Спасибо. Роман, очень приятный доклад, спасибо. Что засовываете за Zero Trust? Например, почта, корпоративный мессенджер туда идут? Мы начали с критичных админок, то есть там в каких-то критичных операциях, то есть управление серваками, работа с данными, какими-то доступами и так далее. То есть почта пока нет, потому что… ну, почта не такой важный. То есть мы идем от критичности. Просто у меня как раз к этому был вопрос. Например, если в планах это есть, что делать с личными устройствами? Где проводить вот ту грань, где можно их ограничивать, где нельзя? Потому что на ТВКшке все равно хочется получать. Ну, по-хорошему, это все равно надо закидывать за Zero Trust. Мне кажется, почта… Вот прям перед вами сидит. Вот директор по безопасности, да, почта. Удачи, я сижу, спасибо. С почтой там все хорошо. И мне кажется, ну, Zero Trust лучше не заводить, потому что это такой не самый критичный сервис. Лучше там не писать ничего, как у нас учат в разведке. Не пишите ничего в почте такого, и будет вам… Спасибо, ребята. Спасибо большое, Илья.